С 5 лет я занималась спортом, горными лыжами, потом это был фристайл. Я была в основном в составе сборной России. Выступала на Кубках мира, на чемпионатах мира. Спасибо. Потом поехала на Олимпиаду в 2014 году, это была моя мечта, и упала на тренировки, получила перелом позвоночника. Меня экстренно прооперировали в Красной Поляне, ко мне приезжал президент. Потом меня доставили в Мюнхен, там меня оперировали. Сказали, что будет жить на коляске. Поврежден спиной мозг, и при моей травме нет восстановления. У всех спортсменов бывают травмы, иногда бывают легкие травмы, иногда бывают тяжелые травмы. И мы должны это всегда принимать, это самое сложное для нас. Заканчиваете спортом, начинается жизнь без спорта. Тебя как будто выпускают в большую жизнь, и ты не знаешь даже, что тебе делать. Кем работать, и вообще как быть. Ай, ура! Мы, да, любим везде ездить и находить себе какой-нибудь движ. Какие-то интересные мероприятия, и очень прикольно бы съездить на матч, посмотреть. Сейчас будем смотреть, как дяди играют в мячик. Ну и так вообще, с русским народом пообщаться. Пошел в бой. Патя, смотри, акула рада. Молодец! За пять! Красавчик! Мы здесь, в Аталбея футбол-чентре. Мы берем локоматик-восклуб из России и чайка из России. Показать время, ай, пиэн. Человек, который был как у нас, и сейчас после тяжелой травмы все равно она счастлива. Есть два прекрасные, красивые дети. И это должно быть для нас пример. Скажи. Ола! Большое счастье, что я могу иметь детей. Дети, конечно, это очень сложно, но это очень прикольно. Отвлекаешься от всех своих мыслей. То есть у меня нет мыслей о плохом, о том, что вот, я на коляске. Это очень важно, чтобы поддержать ваша семья, и я счастлива, потому что моя семья здесь. И я работаю очень трудно, чтобы сделать свое доброе для команды. Забили второй пол. Видел Матвейка? Пол. Вот ворота, мячка в Бабаре. Я, кстати, была на локомотиве даже один раз в Москве. Ходили мы с ними на матч, и я помню, кричали только Алло, только победа. Это был хороший игрок сегодня, в первую половину мы играли хорошо. Я счастлива, чтобы выиграли свои голы. Я просто работаю с теми, чтобы помочь моим играм. И мы должны работать как команда. Это самое важное. Первое, если мы работаем как команда, то индивидуальный придет и показывает нашу лучшую. Это самое важное. Я не боюсь, если я не только страйка, или нет. Джефф тоже здесь, и он восстанавливает, поэтому, да, это самое важное, чтобы команда в порядке. Минут 60, пока не было замен, на мой взгляд, мы неплохо играли. Хорошие кондиции были. Поздравляем Алексей Миранчук. Завершили этот сбор без травм. Еще один плюс. Да, это был важный игрок для нас, чтобы подготовить следующий игрок против ЭНИТ. Таким образом, у нас будет несколько дней, и мы можем быть в хорошем состоянии, чтобы играть этот игрок против ЭНИТ. И получать три пункта. Я верю в этих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед. Спасибо. Мария, привет. Привет. Почепляться с вами, познакомились. Пойдем с мамой. Давай с мамой. Иди к маме. Иди к маме. Сидеть к маме. Ой, смотри. Все подпитаны. Скажи, ты класс. Вот так. Спасибо.